Привет-привет, дорогие друзья! Этот видеоролик не должен был быть. Я вообще собирался видео записывать, а другое, вернее, оно уже записано и готово. Но тот видеосюжет, он тоже считаю достаточно важным и интересным, я перенесу. По причине того, что произошло в городе Одесса. Произошло ужасное. Сотрудники центра комплектования напали на сотрудников скорой помощи. Вот до такого уже мы докатились и дожились. То есть я по-другому здесь, друзья, сказать это не могу. Просто ужас и кошмар. И ситуация там такая, что вот это все началось. Есть там видеосюжеты, некоторые отрывки, они есть в моем телеграм-канале. По причинам цензуры я не могу здесь их показывать. Вся эта информация, то есть по ссылочке в описании к этому видео, мой телеграм-канал, переходите, смотрите и, конечно же, не забывайте на него подписаться. Что там информация выходит более оперативно и, естественно, без тех, будем говорить, цензурирования, которые есть, естественно, на Ютубе, на этой платформе. Но что там произошло? Давайте сейчас постараюсь рассказать своими словами. Из тех отрывков, которых я видел четко, сотрудники ТЦК и вместе с ними ходят переодетые тоже. Они без военной формы, в черных вещах. Вместе с ними избивают докторов возле центра комплектования. Это, получается, у нас есть улица Филатова, и там немножко с другой стороны переулок какой-то улицы. Не знаю, как она даже толком называется. В общем, там это ТЦК Киевского района, и прямо рядом там полиция. Чуть ли там они стенка не в стенку, что-то такого плана. В общем, они там рядом находятся. И, соответственно, там это все видно. Они запшикивают газом, подбегают, избивают этих докторов. Я вижу, что там люди не молодые, и, как говорится, понятно, что те наши ретивые сотрудники ТЦК, военные, которые там служат, они помоложе и в форме лучше. То есть, они там набили их, грубо говоря, к сожалению, наших тех докторов, тех людей, которые должны помогать и спасать жизни людей. Просто, конечно, ситуация ужасная. Давайте сейчас я зачитаю некоторые комментарии вначале от наших государственных органов. Не будем особо там на них заострять внимание, потому что все, что они там пишут, вы же все понимаете лучше меня. Полиция встановила и обставаны беля Киевского ТЦК. Наверное, якусь там справа открыла за хулиганство. То есть, полиция будет разбираться. Ну, если кто-то верит в сказки, можете, как говорится, надеяться. Я, естественно, в это все не верю. Что там по этому поводу высказался областной ТЦК Одессы? Один нам дали коментар, что они затримали разом с співробитниками полиции людину, яка ухилялася от призыва. Они ее туда загнали, до ТЦК. Он там швиденько прошел медичную комиссию. Чомусь ему стало плохо, выкликали швидку. И после этого как-то так вышло, что вот так оно и вышло. Короче, никаких совсем там немало таких нормальных объяснений. То есть, у этих ТЦКшников в Фейсбуке есть какой-то заготовленный, будем говорить так, текст на эти вопросы. И они даже не реагируют никак на те факты, где явно военные избивают людей. То, что там есть, это на видео в моем телеграм-канале, где запшикивают баллончиками. То есть, ну, это они как бы не замечают. Ну, зачем, как говорится, на плохом заострять внимание. Ну, давайте самое, друзья, интересное, послушаем этих врачей, которые там были, что там произошло на самом деле. Что выкликали до того ТЦК. По приезду мы выявили человека, который скаржился на головной боль, тошноту. Зі слів, его доставили співробитники ТЦК до ТЦК для перевірки документов. По приезду было выявлено на ньому телесное ушкоджение, садины головы и тошноту. От медической помощи співробитники ТЦК наполягали, что он не нуждается в помощи. То есть, запрещали нам его транспортирование до лековального захода, аргументируясь тем, что у них есть на территории ТЦК свой медик, который, посреди, оглянувши уже его и вырешивши, что ему не нужна госпитализация. То есть, ситуация вполне стандартная. ТЦКшники применили силу к человеку, у него были, естественно, повреждения. Вот доктор, как вы видите, друзья, это все прекрасно подтверждает эту ситуацию. И, естественно, почему-то решили, что они, какая госпитализация, ничего ему не надо. Помогалися вывезти пациента безпосредственно с территории ТЦК. Нам были предъявлены физическое насильство. То есть, мне и водяши, как и допомоги, выкручивали за руки, которые принимали физическое насильство. Намагалися одягнуть кайданки и посидеть на лавку. После этого, как бы мы понимали, что градус напруги возрастает, мы немного успокоились, пациент даже начался от госпитализации, аргументующийся тем, что хотя бы вы уже езжаете с территории ТЦК, а мы вам захотим уже наступную бригаду швитово-медично-допомоги. После того, как мы уже хотели покинути территорию ТЦК, нам спороботники ТЦК заявили, что мы остаемся уже на территории ТЦК для переверки документов и установления нашего статуса. То есть, если мы находимся в розшуку, нам будет вручена боевая повестка. Если мы не находимся в розшуку, то нам будет просто выписана всем повестка, и уже никто никуда не девается с территории ТЦК. На протяжении 4 часов мы перебывали там, как заручники. Это, конечно, ужас и кошмар. Ведь в это же время эти же доктора могли кому-то поехать. У меня создается, честно, такое ощущение, что у сотрудников этих так называемых этого ТЦК, у их руководства, у них нет друзей, родственников, больных, каких-то близких людей, тех, кому нуждаются в какой-то помощи, либо это резко почему-то должно случиться. То есть, все равно взяли, просто задержали докторов и не пускали. Сказали, что если не так, то раз вы так себя ведете, пойдете на войну, пойдете воевать. Весь этот час мы контактировали с нашими коллегами, руководством, после чего коллеги отгукнули на наше прохание и приехали до территории ТЦК, включили гучномовцы, включили сарену, и начали нас, так сказать, вызволять из территории ТЦК. Боже, какие они молодцы все-таки, вот эти доктора. Вот, знаете, реально вот молодцы. Вот я просто не могу сказать. Вот этот беспредел поганый, который устраивают вот эти все деятели, как они, люди, собрались, хоть кто-то сплотился и как-то хоть пытается хоть своим помочь. Потому что вы должны, друзья, понять, сначала докторов заберут, потом 18-летних, потом женщин, потом еще что-то. А этих ТЦК их никто трогать не будет, у них все будет хорошо. Пока мы находились на территории ТЦК, между сотрудниками территориального центра комплектации и сотрудниками, что такое, завязался конфликт. Как бы мы все его не видели, но слышали, что там началась бийка, стусанина, крики. Под шумом этого сотрудники ТЦК нам сказали, что вы можете идти к нам. И как бы мы вышли, а там на улице уже происходил бийка. Чи вы вызывали полицию? Полицию вызывали три раза. Первый раз полиция даже не создала никакой акт, аргументующийся тем, что мы находимся на территории ТЦК. То есть это режимный объект, и безусловно они там не имеют ни права, никакой способна того, чтобы нас вызвали из этой территории. Другой раз до нас приехала полиция, они уже зафиксировали это и перебывали с нами там до конца. То есть, друзья, вы видите, полиция не исполняет свои прямые функциональные обязанности. А зачем они нужны в городах? Пусть, наверное, их всех мобилизуют, в законе у них нет отсрочки. Что, какой смысл, если они боятся туда зайти? То есть надо их, как говорится, как обученных патриотов, я уже давно об этом говорю, обученных, подготовленных, настоящих патриотов, люди, которые умеют и знают, как обращаться с оружием, отправить на фронт, потому что они не справляются со своими непосредственными обязанностями. Со мной произошла такая ситуация. Меня мое руководство убеждало в том, что все хорошо, ребята, идите в военкомат, обновляйте данные, мы будем делать вам бронь. Мы вас вытащим, повесток никаких не будет. Прислали списки с военкомата, что в течение 48 часов явиться для обновления данных. Также начальство сказало, что все будет хорошо, это просто для обновления данных, для того, чтобы мы тебя поставили потом на бронь. Я пришел в военкомат, киевский, кстати, в 10 утра вышел в 5 вечера, с боевой повесткой. В военкомате никак не хотели идти на уступки, только боевая повестка, только с этим условием ты выходишь отсюда, иначе ты отсюда не выйдешь. Естественно, я подписал документы, я получил боевую повестку. Разъясняю, друзья, ситуацию. Вот с этой темой, с этими всеми так называемыми бронями, бронью, как она там правильно, суть такая, что человек получает бронь, ему ее обещают на предприятии, и говорят, ты просто сходи, обнови данные. Это так не работает. Если вы просто туда идете, я для брони обновить данные, будет вот как с этим молодым человеком, просто заберут. Еще, я так понимаю, в связи с тем, что он работает в скорой, его там хоть как-то домой отпустили, а других там сразу скручивают и отправляют куда-то в часть. Если говорится, комиссию же сам прошел, кто же тебе виноват? А броня к броню. Никто тебе, естественно, ничего не обещал. То есть, советую всем, что если есть такая ситуация, что вам обещают бронь, сначала берите бронь, берите все документы ее подтверждающие, тогда уже идите в этот ТЦК, потому что в другом случае получится как из рассказа с моего видеоролика. На что мое руководство сказало, все будет хорошо, мы решим этот вопрос, мы тебя поставим на броню. Через день нашего сотрудника, фельдшера скорой помощи 4-й подстанции, с улицы Яку Хэлянта, который числится в базе, брошуку, забрали на ВЛК, сделали ему ВЛК и забрали в учебку. После этого сказали, что мы уже ничего не решаем, каждый сам за себя, ребята, кто получил повестки, тот получил повестки, все, никаких возможностей нет. У меня вот есть вопрос такой, риторический, а где министр Ляшко? Где этот боец со страшными вирусами? Почему нет комментариев? Это же его люди, его подчиненные, их же обижают, вот такое устраивают. А он там сидит, и все у него, друзья, поверьте, хорошо, и особенно в материальном плане. Сегодня на собрании нам вроде бы как начальство разъяснило эту ситуацию таким образом, что сам военкомат либо Министерство обороны, они многими там апеллировали инстанциями, не дает эту бронь. Якобы они посылают списки людей, эти списки просто заворачивают. Заворачивают и не объясняют причину, по которым не дают экстренной медицинской помощи, критической инфраструктуры, Одессы бронь. И теперь, в принципе, работа этой структуры под угрозой. У нас много частных фирм, но не все могут себе позволить вызвать частную скорую, которая стоит от трех тысяч. Да, я тут, конечно, согласен. Есть и частные скорые, да, действительно, она существует в Одессе, может там что-то и лучше, но надо понимать, что не у каждого есть возможность подписать договор, не у каждого есть возможность заплатить их услуги, которые стоят абсолютно, понятно, не дешево. Мы ездим и к детям, и к взрослым, и к пожилым, и к психически нездоровым людям. Мы обслуживаем всех. И мы не нужны этому городу, получается. То есть, ни в кого нет брони из работников то есть, дорогие друзья, вот такая ситуация. У сотрудников медицины, у тех, кто спасает жизни, у них в нашем государстве нет брони. Зато вот, что я хочу заметить, очень важный момент. Сейчас вам зачитаю один момент, короткий. Это статья 23 закона Украины о мобилизации и мобилизационной подготовке. Список тех, у кого есть бронь. Противники органов військовых управлений, військовых частин, Минобороны, Збройных сил Украины. Заметьте, очень простую вещь. Сотрудники центра комплектования это сотрудники Збройных сил Украины. То есть, профессиональные военные, у них бронь есть, а у других брони нет. Так подождите, ну, наверное, все-таки, даже самый уже человек с недалекими мозгами понимает, что профессиональные, обученные патриоты, которые работают в центрах комплектования, которые знают и умеют как обращаться с оружием, почему-то им дают бронь и не дают им пойти на войну, не дают их туда, вообще-то их туда не отправляют. Отправляют вот этих вот докторов, которые никакого вообще отношения к этому оружию не имеют и никогда его в руках не держали. Почему такая несправедливость? Почему с бронесылой Украины, которые вот как раз участвуют, им дают бронь, Министерство обороны, еще там какая-то разведка какая-то есть, еще все остальное, почему-то они не должны воевать, а воевать должны неподготовленные, необученные люди. Какая-то ситуация с человеками с бронем у співробитников швидко? Смотрите, ситуация с бронированием співробитников, она критическая. Она критическая в плане того, что бронирования у нас нет. И сделать это бронирование на данный момент никто не обещает. У нас сегодня была встреча с нашим генеральным директором и сотрудниками скорой помощи, и на данный момент мы не пришли никакому консенсусу. все закончилось довольно-таки сумбурно и вышли без какого-то либо результата в итоге. То есть, друзья, видите, вот молодой человек тоже подтверждает мысль из прошлого видеоролика, что у сотрудников скорой помощи нету брони, а у сотрудников вооруженных сил Украины она есть, особенно у тех сотрудников, которые в центре комплектования. Депутаты приняли такой закон. Интересно, как они вообще до этого додумались? Какая сейчас ситуация с мужчинами в школе, чи достатньо людей, достатньо водителей, достатньо фельдшеров? Посмотрите, по поводу водителей, водителей недостаточно. Они массово увольняются. Потому что их никто не бронирует и бронировать не собирались. Массово увольняются водители, что машина у нас есть, у нас некому садить водителей нету, они массово увольняются. Также встанет вопрос по поводу фикшеров и докторов. Мы ждали какого-то результата. Результата нет. Нам ничего не обещают. Нам не обещают ни бронирования, нам не обещают ни решения этих вопросов. Роман, что достаточно зараз спиробидников для того, чтобы покрывать проблемы города? Смотрите, на данный момент вот сейчас у нас работников, которые подлежат бронированию, которых надо забронировать, вот, грубо говоря, на нашей подстанции четвертой 22 человека. Что на эту подстанцию 22 человека нельзя забронировать. У нас тысячи сотрудников центра комплектования забронированы, получается, по новому закону, а доктора их не надо бронировать. То есть, если их сейчас всех массово заберут на фронт, то скоро просто подстанция встанет. Я думаю, что на других подстанциях похожая ситуация. Ну, сколько, если можно перевести, сколько людей вы обслуговываете? Какий район? Мы обслуговываем Киевский и Малиновский районы. То есть, два самых больших района города. То есть, били 500 тысяч? Да, это мы обслуговываем четвертая та пятая подстанция. То есть, друзья, вот такая вот ситуация. Ситуация, будем говорить, достаточно печальная. 500 тысяч человек, два района города Одессы могут остаться полностью, естественно, без медицинской помощи. И у нас еще есть другие районы, они тоже, я так понимаю, могут остаться без медицинской помощи. Зато, хочу подчеркнуть, к примеру, те же сотрудники полиции, сотрудники прокуратуры, у нас есть еще так называемые антикоррупционные органы, они в законе этом не обозначены, как те, у кого есть какая-то отсрочка, бронь, то есть, они имеют право не идти на войну. Но в тот же момент, почему-то сотрудники центра комплектования вплотную не видят этих замечательных героических людей. Почему-то они как-то, я не видел, чтобы они в какой-то из прокуратур пошли, раздали повестки и сделали что-то в таком духе, как говорится, что они делают с простыми незащищенными людьми. Ну, я думаю, вы все у меня замечательные люди, которые, мои зрители, понимают ситуацию, и вы вполне можете дать оценку, почему это так у нас в стране происходит. На этом, друзья, попрощаюсь с вами. Если видео понравилось, попрошу лишь об одном, подпишитесь на мой YouTube-канал. И потому что еще раз скажу, давайте дочекаемся, когда будут установлены все обстоятельства и подействия, потому что из того видео, что мы бачим, почему мы назвали его провокативным. Так началась бейка, пишут в телеграм-каналах и выставляют видео. Уривок, человек делает рух, чего началось, а не понятно. В него обшикают баллончиком, працівник ТЦК, которому, я так понимаю, загрожают физичною силою. Это тоже, но он же не стреляет из пистолета. Потом, кто их хапает в битку, потом какие-то другие люди, потом полиция, потом еще кто-то кого-то бьет, кто-то кого-то... Тобто, это маніпуляция, это не хронология, это не видео, снятое здесь с камерой распоряжения, ты бачишь початок конфликта, чуешь все звуки. В любом случае, обстановления будут з'ясованы. Инший момент, разумеючи в том, что мы живем не в идеальном мире, нет идеальных людей ниже. Вони яскрязнен и идеальны. Но, когда так много негативу, саме на представителей ТЦК, зокрема, нужно понимать, что это тоже может быть инспированием, и бывает инспированием, и тоже, как информационно-психологические операции, и операции, используются против украинского общества, которое и без того максимально заведено.